приветствуем вас друзья на канале Даниила и Ларисы как вы уже наверное заметили мы с Ларисой почитатели фастфуда но фастфуда не того фастфуда который продается в макдональдсе а реплик фастфуда то есть вот блюд которые в принципе можно покушать на улице что ты хочешь ты тоже фастфуда хочешь но приготовленные яйца тебе не надо в общем код не мешай мне тебе не надо яйцо ну все давай слазь слазь не мешай да в общем дорогие друзья будем готовить гамбургеры мы решили приготовить гамбургеры но в первую очередь столкнулись с тем что в нашем магазине не было булочек для гамбургеров поэтому мы сегодня вместе с котом будем готовить булочки для гамбургеров не надо тебе яйцо я тебе говорю извините пожалуйста за такое долгое вступление итак сегодня мы готовим булочки для гамбургеров а завтра будем готовить гамбургеры для приготовления классных домашних булочек там без всяких разрыхлителей без всякой химии вот именно классных домашних булочек для гамбургеров нам понадобится мука молоко тепленькая водичкой молоко тоже тепленькая температура где-то 28-30 градусов сахар соль хлебопекарские дрожжи сливочное масло немножко подтоплено 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 ведь окошко сердце порвало просто для посыпки булочек нам понадобится кунжут и куриное яйцо в первую очередь мы приготовим опару чик выливаем теплое молочко теплую водичку сюда ложечку муки и сахар все это дело хорошенько размешиваем чтобы все растворилось мука растворилась полностью высыпаем на поверхность дрожжи даем им регистрироваться в течение 2-3 минут ну просто если их сразу начать размешивать они могут комочками взяться и тогда не будут хорошо активироваться вот я ровненьким слоем аккуратненько по поверхности молока рассыпал дрожжи через 2-3 минуты я его хорошо перемешаю и отправляем на полчаса в теплое место смотрите теплое место подразумевает собой температуру градусов 30 у нас есть духовка с функцией и телефон еще звонит мало того что мне код мешали так не еще и телефон мешает у нас есть духовка с функцией расстойки теста которая держит температуру 30 градусов если у вас такой функции в духовке нет тогда просто на минуту на полторы включаете духовку выключаете ее и отправляете туда тесто через полчаса продолжим полчаса опара готова она так приподнялась хорошенько видите появилась пенка красивая отправляем туда соли хорошенько размешиваем после этого несколькими порциями добавляем муку каждую порцию немножко перед перемешав жидкой частью то есть самой опарой вот так вот чуть-чуть добавили перемешали добавили остаток и еще раз перемешали гамбургеров хочется сегодня а сегодня будут только булочки а завтра может и гамбургеров перехочется может в макдональдс ну их эти булочки воспользуемся миксером для того чтобы замесить тесто то есть можно просто как бы миксером без такой чаши в любой емкости в первую очередь нам надо размешать муку муку с опарой после того как мука с опарой перемешалась полностью вводим тесто масло и вымешивать теперь его надо где-то в течение пяти шести минут через пять минут тесто полностью замесилось вот теперь снимем освободим эти мешалочки от теста и само тесто накроем друзья пищевой пленкой и отправляем его подходить при температуре ориентировочно но плюс минус пару градусов конечно ну желательно ближе к 30 градусам чтобы у нас была температура пусть наше тесто подходит от часа до полутора вот как бы почему такой промежуток времени потому что разные дрожжи и плюс разная температура нам надо чтобы тесто почти полностью заполнила вот эту вот емкость тогда будем считать что она подошло но мы вам покажем через час через часок тесто для наших гамбургеров подошло видите увеличилась больше чем два раза надо его обмять смазываем руки растительным маслом и вот лариса нам показывает как его обминать так вот будем его складывать мисочки не очень удобно это делать поэтому я на весу сделаю это а смазывать маслом просто чтоб не прилипало до руки да просто чтоб легче было работать лучше смазать масло вот достаточно и оставляем тесто еще на час точно так же накрываем пищевой пленкой пусть еще час подходит еще через час будем формировать наши булочки для гамбургеров досточку или рабочую поверхность смазываем растительным маслом тесто у нас второй раз подошло но это еще далеко не все друзья для того чтобы у нас получились классные гамбургеры нам придется поиграться воздушная да делим тесто на 6 частей так как у нас будет 6 гамбургеров соответственно нам надо сделать 6 булочек но вообще рецепт который вы найдете в описании видео он рассчитан на 6 гамбургеров вернее на 6 булочек а может мы чизбургеры сделаем а может и гамбургеры и чизбургеры в общем делим тесто на примерно одинаковые кусочки так сказать из каждого кусочка лепим колобочек кошка пришла проконтролировать наш процесс не может она без этого вот так вот формируем красивенькие булочки такие маленькие колобочки видите как лариса их лепит немножко подворачивает к низу как бы точно так же сформируем все остальные после того как все булочки сформированы накроем их пищевой пленкой оставим на 10 минут не затягиваем пленкой а просто накрываем через 10 минут еще раз обомнем булочки для наших гамбургеров лариса сейчас покажет как так как бы заворачивая вовнутрь противень мы застелили тефлоновым ковриком тефлоновые коврики очень удобная штука продаются на алиэкспресс по 80 центов по моему за штуку если я не ошибаюсь по 75 по 80 уже с доставкой очень удобно в использовании можно и для барбекю использовать и для выпекания если нет тефлонового коврика то можно использовать пергамент для выпекания формируем наши булочки таким образом и выкладываем их на противень причем выкладываем но не вплотную к друг дружке они будут еще подходить расстояние хотя бы там в пол булочки между ними оставляйте точно также приготовим все остальные булочки после того как выложили булочки на противень берем рукой и вот немножко их приминаем чтобы у нас она получилась не круглая а именно такая плоская широкая булочка чтобы туда поместилась начинка котлета сыр ну в общем гамбургер чизбургер или даже биг мак примяли накрываем опять пищевой пленкой и оставляем еще на 40 минут подходить просто при комнатной температуре через 40 минут все готово и нам надо произвести еще несколько действий взобьем вот так вот вилкой яйцо и добавим на одно яйцо 2 столовые ложки молочка для того чтобы сделать такую обмазку чтобы сверху обмазать булочки чтобы они имели такую румяненькую корочку почему не чистым яйцом потому что тогда корочка будет чересчур румяненькая ну правильно она такая яичная будет я только что друзья вот сейчас снимаю там 20 дубль наверное с этими булочками потому что почему-то очень смешно я не мог выговорить слово выпекание вот теперь выговорил обмазываем булки яйцом какие-то не знаю лариса наверное распылила какой-то смешной газ здесь на кухне у нас ну да значит гамбургеры должны получиться вкусные завтра котлеты еще будем для них жарить отдельная песня будет они зачерствеет ли булочки до завтра может гамбургеры надо сегодня готовить прямо из свежих булочек как в макдональдсе не мы завтра во первых тоже немножко сделаем хрустящую корочку ладно не рассказывай что мы будем делать завтра для того чтобы они не зачерстлили их нужно просто когда они остынут сложить в кулечек вот так вот тщательно обмазывали булочки смесью яйца и молока и сверху посыпем кунжутом кунжут по желанию но мне вот нравится гамбургеры когда булочки посыпаны кунжутом духовку друзья мы подготовили духовой шкаф разогрели его до 200 градусов включили конвекцию вот таким вот образом все подготовили и приступим к выпеканию да что ж такое у меня с этим словом клянусь я его всегда дорогие друзья вы меня простите но я всегда выпекание выговаривают нормально а сегодня меня на этом выпекании просто зациклило помещаем булочки в разогретую духовку и будем выпекать в течение ну ориентировочно 15-20 минут я как всегда устанавливаю секундомер засекаю время почему не говорю точное время потому что все зависит от духовки от того как работает конвекция от того насколько насколько точно показывает температуру в духовке есть в духовке с механической установкой температуры там любом случае будет какая-то разница поэтому я засек время которое уйдет у нас и покажем вам булочки готовые а вы уже будете следить как они будут подрумяниться и я покажу как определить что она готова 20 минут наши булочки готовы извлекаем их из духовки и сейчас покажу крупный план посмотрите какая красота друзья они еще горяченькие но реально такие классные булочки получились охи гамбургеры будут у нас ну что ж дорогие друзья булочки остыли давайте посмотрим какая она внутри хотя мне честно говоря очень жалко ее резать потому что завтрашние гамбургеры и и очень ждут но я хочу вам показать просто какая она нежная она просто мегусенькая нижнюсенькая и представляете завтра здесь появится сочная сочная котлета с классным соусом я думаю это будет просто бомбезно ну давайте я попробую одну уж как по традиции даже не знаю что рассказать в дегустации булочки для гамбургера пахнет она очень вкусно вот этот вот запах конжута вообще потрясающий ну мне честно говоря реально жалко ее резать ладно завтра на бутерброды пойдешь булка ребят она очень очень нежная она вообще нежнюсенькая то есть вот она такая как положено именно булочки для гамбургера по вкусу конечно без котлеты ничего не могу сказать хорошая классная булочка я никогда просто не ел гамбургеры без гамбургеров поэтому давайте вместе мы завтра с этими булочками на основе этих булочек приготовим гамбургеры и вместе оценим уже общий вкус вкус булочки вместе с соусом вместе там а может это чизбургер будет в общем вместе со всем-совсем-совсем я вам расскажу подробно а сейчас с удовольствием вам представляем рецепт отличной булочки как вы видите ну она лучше реально самые лучшие магазинной булочки и вы ее можете приготовить сами пожалуйста не пленитесь один раз попробуйте да с ней надо поиграться но эта булочка для гамбургера это не просто там какая-то пита или или батон скажем ну хотя с батоном тоже надо поиграться наверное друзья если у вас есть какие-то вопросы по рецептам по рецепту задавайте их в комментариях в комментариях не забывайте там на колокольчик нажимать подписку оформлять пальцы вверх ставить а мы естественно с ларисой будем снимать для вас новые интересные видео всего доброго пока